Всем привет! Меня зовут Ольга и вы у меня на канале Ольга Леди Клаб. И тема сегодняшнего видео горячие тренды сумок на осень. Так что если вам интересно оставайтесь и смотрите это видео. А также если вы впервые на моем канале, то не забывайте пожалуйста подписываться и поддержите это видео лайком. Ну и я хочу напомнить перед видео, что я не профессиональный стилист, я потребитель, я ничего и никого не рекламирую и не продаю. Это видео будет основываться конкретно на моем мнении, опыте покупок сумок, продаж, ну и также на моем уже каком-то можно так сказать экспертном мнении. Итак, горячие тренды сумок на осень. И давайте начнем с тяжелой артиллерии. Начнем с торгового дома Шанель. Ну и здесь конечно же на первый план выходит сумочка Шанель 19. Шанель 19 кто-то понимает эту сумку, кто-то не совсем понимает, но это однозначно тренд осени, который ворвался в начале наверное вот этого года и он все более и более набирает обороты. Если мы посмотрим на youtube, особенно на американский, то очень многие американские блогеры распаковывают, приобретают эти сумочки. Но я уж не знаю или Шанель сама отправляет или они сами покупают, но это не важно. Но это также показатель того, что сумочка является трендом. Сумки идут в нескольких размерах. Размер small, medium и large. И также сумки идут из кожи, из канвы. И заметно то, что сумочки производятся не из кожи ягненка, а из кожи cold skin, что делает эти сумки более износостойкими. Сумка она не только тренд, не только понятная, но она и очень практичная. Так как, например, сумочка small идеально подходит кросс-боди из-за того, что цепочка достаточно длинная. И кросс-боди ее могут носить также девочки достаточно высокого роста, метр семьдесят три, метр семьдесят пять, что является плюсом. Если мы сравниваем также эту сумку с mini rectangular или square, я понесла эту сумочку в свой виш-лист еще в январе. И тогда у меня была сумка в твиде и сумочка размера latch. Но сейчас я хочу сумку размера small. И она идет по габаритам примерно соответствует сумке шанель classic medium. То есть она идет 25 сантиметров. Из-за того, что сумочка мягкая и она не double flap, в нее помещается очень огромное количество предметов. Так что сумка достаточно практичная, а не только трендовая. Ну и здесь, что нам указывает также на тренд, то что у сумки идет цепочка золотая и серебряная фурнитура. Это будет очень легко ее подкрепить какими-то аксессуарами из вашего гардероба, а также встроить в гардероб. Советую вам присмотреться к этой сумочке. Я сама задумываюсь над покупкой этой сумки, но еще не решила. И хочу ее в коже именно coat skin. И, конечно, радует, что шанель в этом году или в этом сезоне осенью есть еще один тренд. Это шанель vanity case. Это маленькая косметичка на цепочке. Но и надо сказать, что vanity case тренд этой осени и очень многие бренды такие как Louis Vuitton и также Dior выпускают vanity case с цепочкой. И их практически невозможно достать. Ну а у шанель в основном это мини vanity case. Такой маленький косметический кейс. Я не понимаю, не совсем понимаю этот тренд. На мой взгляд vanity case это косметичка и она совсем не удобна для того, чтобы носить ее как сумочку или в принципе кросс-боди. Но такой тренд существует визуально. Визуально они очень даже милые. И следующая сумочка у шанель, которую я также хочу отметить, это шанель flap back. И на первый взгляд сумочка очень похожа на мини square или rectangular square. Но она идет в коже и в бархате. Его тренд это особенно бархат в различных ярких цветах. Это может быть и цвет фукси и такой цвет морской волны. И самое главное, что этой сумочке идет цепочка и такая цепочка в виде с красивым шариком, что является однозначно украшением и трендом. Но для меня эта сумка это та же сумочка мини square или rectangular. В принципе у меня когда-то были эти сумки. Я от них избавилась. У меня была шанель мини square. Сумка оказалась не совсем практичная, маловместительная. В принципе я сторонник не только трендовых сумок, но также чтобы они были удобны. И для меня это очень важно. Но этот тренд у шанель, вот эта вот сумочка, она есть в этом сезоне и достаточно популярная. Что касается мини сумочки мини, то когда-то я все-таки планировала приобрести мини rectangular. Но как вы чувствуете, популярность этих сумок уже падает. Это уже не та максимальная популярность, которая была год назад, когда все за ними гонялись. Когда эти сумки перепродавались намного дороже, чем приобретались. Ну посмотрим, что будет с этим трендом. С той же сумочкой, но в вельвете или в коже. Кстати я не сказала, но они идут и в вельвете и в коже эти сумочки. Ну и следующий бренд, к которому мы перейдем торговый дом dior. И очень приятно, что dior уже тоже подтягивается по популярности к шанель и к Louis Vuitton. И раньше как-то считалось, что dior сумки не так хорошо перепродаются на вторичном рынке. Но мы с вами видим, что сейчас все больше и больше dior держит перепродажную стоимость, если у вас сумка в хорошем, в хорошем качестве, с документами. Но вы можете потерять 10-15 процентов. Но например, та же lady dior или saddlebag, они перепродаются очень хорошо на вторичном рынке. Что говорит о том, что dior набирает и набирает популярность. И первая сумка это конечно же saddlebag, которую я уже упомянула, или сумка печень. И надо сказать, что эта сумка конечно тренд уже достаточно долго. Сумка специфичная, сумка однозначно стильная. Сумка такая заявляющая о себе и в принципе она очень узнаваемая. И мне очень нравится как раз таки новые интерпретации этих сумочек. Диор делает апгрейд каждый год, вводит какие-то детали у этих saddlebag. И сейчас идут моно, такие монотонные, черные, бежевые, с фурнитурой черные, бежевые, также тканевые. И мне это очень нравится. Особенно бежевый, такой черный цвет saddlebag. Так что если вы задумываетесь насчет этой сумки, это однозначно тренд осени. Единственное, надо учитывать, что на мой взгляд эта сумка подойдет не каждой девушке, женщине. То здесь зависит не только от аксессуаров, которые вы подберете, но еще от типа фигуры. Мне кажется, что больше она подойдет такой девушке с фигурой, знаете, по мужскому типу, не женственной. И здесь очень важно еще аксессуары, правильно подобранные аксессуары к этой сумочке saddlebag. Тогда она будет смотреться очень сильно и ваш аутфит прямо таки будет на высоте. Ну и следующая сумочка это Vanity Case от Dior, которую я уже упомянула. Она идет в монограмме от Dior. И в принципе, на мой взгляд, Vanity Case это просто Vanity Case только с цепочкой, но это тренд, как я уже сказала, этой осени. И еще одна сумочка от Dior это Mini Tote. Это та же сумочка Bulk Tote, только мини. И в основном она тоже идет в ткани, в конве. Но они представлены в различных цветах. Есть и бежевая, с различными принтами. Ну да, это тренд. И вообще эти сумочки мини. Сейчас этой осенью прямо такой горячий мини размер. Сумочки микро и мини размеры это горячий тренд этой осени. И еще хочу упомянуть сумку все-таки Lady Dior от Dior. Это тренд этой осени. Особенно новая интерпретация это сумочки в ткани. Есть очень красивые цвета. И тоже идет фурнитура под цвет ткани. Или бежевый, или черные. Очень красивые, милые сумки. И тоже такое новое какое-то веяние, новое направление у сумочки Lady Dior. Так что Lady Dior, конечно, это все еще тренд. Ну и в принципе одновременно, конечно, и классика. Ну и давайте перейдем к Louis Vuitton. И у Louis Vuitton я могу отметить сумочку Bond 9. Сумочка Crossbody. Сумка кожаная в основном. Идет в различных цветах. Есть и оранжевый, и белый, и черный цвет. Красивые цвета. Сумка Crossbody. Кэжуэльный вариант. Сумка понятная. Достаточно вместительная. Стоимость сумочки около 3000 евро. Но здесь вам решать, оправдана цена этой сумки или не оправдана. И украшением является большой логотип в виде пряжечки Louis Vuitton, который делает эту сумку понятной, стильной. И также заявляет, что это бренд Louis Vuitton. В принципе, как вы могли уже, наверное, заметить, Louis Vuitton уже мало производит вот таких новых трендовых моделей в конве. Все-таки сокращают конкретно производство моделей в конве и переходят на производство моделей в коже. Но естественно, что они хотят подтянуть свой уровень к тому же Дома Шанель или Диор. Но это заслуживает нашего уважения и внимания. Потому что Louis Vuitton все-таки хорошее качество. Держат они качество, несмотря на то, что цены также повышаются уже несколько раз в год. Но все-таки, знаете, не так, как у Шанель. Ну, это уже тема, наверное, для другого видео. И следующее, про что мы поговорим, это Bottega Veneta. И у Bottega Veneta эта сумочка падает кассет. Это интерпретация классической сумочки кассет. Только она идет с такой массивной золотой цепочкой. Короткой цепочкой, как бы топ-хендл. И длинной цепочкой через плечо. Конечно, очень красивая сумка. Но Bottega Veneta вообще законодатель моды в сумках. Очень стильные сумки. У них свой узнаваемый стиль. И часто их сумки выходят в тренд. И падает кассета она не стала исключением этой осенью. Они производятся в различных цветах. То есть, такой был цвет очень красивый морской волны. Оранжевый, белый. Очень красиво смотрится белый с этой золотой цепочкой. А также шоколадный, такой чисто осенний цвет с золотой цепочкой. Так что, если вам нравится Bottega Veneta, то, конечно, это тренд. Горячий тренд. Единственное, тут надо понимать, что, наверное, все-таки это такая сумочка на определенный вкус. Но тоже не все ее понимают. Поэтому достаточно сложно будет ее перепродать на вторичном рынке. Но это не понижает ее трендовость и популярность. И следующее. Это бренд Prada. И у Prada в этом сезоне эта сумочка Cross Body Neylon Back. Эта сумочка напоминает мультипошет от Louis Vuitton. Или Louis Vuitton напоминает сумочку Neylon от Prada. Они идут в различных цветах. Черные, цвета розовые, такие более яркие. И сумка понятная. Сумка стильная. Сумка, на мой взгляд, более понятная, стильная, чем Louis Vuitton мультипошет. Там тоже есть детали, как у мультипошет. Сумка вместительная. Очень хорошо, мне кажется, строится в любой гардероб. Но и практичная, что немаловажно. Так как она идет из ткани. Ну и также эти сумочки, они производятся из кожи Софьяна. Но, на мой взгляд, именно горячий тренд осени. Это сумка из ткани именно Neylon Back. Так что присмотритесь к Prada. И очень радует, что у Prada давно не было какой-то такой трендовой сумки. Заметной сумки, на которую мы можем обратить внимание. И вот появилась наконец-то такая сумочка, которая тоже заслуживает внимания у модниц. Цитака от Prada. Это Neylon Back. Красивая, понятная, стильная, на широком ремешке. Шикарно подойдет в таких кэжуальных аутфитах. Но я ее прям вот вижу. Говоря о Fendi, здесь я могу только отметить мини-сумочку, мини-багет. Ну, милая сумочка. Багет это классика. А вот мини-багет это как бы тренд. Ну, у сумочки ноль функционала. Туда у нас можно только поместить, может быть, AirPods и это все. То есть сумка просто такой милый аксессуар. Вот так вот одноразовый, такой инстаграмный вариант. Ну, конечно, она не практичная, но очень даже милая. Ну, и вообще в этом сезоне, как я уже сказала, микро вот такие сумки. Это особо горячий тренд. Ну, и туда же можно отнести сумочки от Jack Moose. Это Las Chiquitos. Маленькие, совсем микросумочки. Миленькие, в различных цветах. Кажется даже, что это сумочки какие-то игрушечные. Но, на мой взгляд, она вообще не практичная. Ну, ее можно носить, наверное, вот знаете, как кулончик, как украшение. Ну, и как украшение, почему бы и нет. Так иногда тоже какой-то инстаграмный вариант для фотографии. Или куда-то выйти с подругами, или в ресторан. Ну, так, чтобы так точечно, одноразово ее засветить. Ну, и на этом все. Ну, и в завершение я хочу упомянуть еще один бренд. Это Валентина. И у Валентина в этом сезоне, осенью, в тренд вошла сумочка Валентина Caravani. Ну, поправьте меня, если я неправильно говорю, как называю название. Это сумочка Crossbody. Тоже сумочка понятная. Но чем-то вот они все, конечно, похожи, эти сумочки Crossbody. Но Валентина отличает вот эта вот большая, массивная, золотая пряжка практически на весь размер сумочки. И что делает также эту сумку трендовая и узнаваемая. И, кстати, если мы говорим о трендах, то такой же тренд от Валентина широкие пояса с такой же массивной пряжкой. И также обувь с такой же массивной пряжкой. Тоже они идут в различных цветах. И, по-моему, размер у них идет в основном только один такой вот мини-размер. Интересная сумочка. Можно также присмотреться. Ну, и, в принципе, бренд Валентина, он тоже достаточно достойный, чтобы мы с вами обсуждали и говорили о нем. Ну, вот это, в общем, были все тренды осени, которые я хотела отметить и о которых я хотела с вами поделиться и вам рассказать. Я, конечно, понимаю, возможно, что вы, может быть, считаете, что я пропустила какой-либо тренд. Может быть, вы считаете, что та или иная сумка не достойна звания тренд или все-таки не является горячим трендом. Так что, как всегда, я жду вас в комментариях. Пишите свои комментарии, отзывы. С удовольствием с вами встречусь там и пообщаюсь. Ну, и если вы еще не подписаны на мой канал, то не забывайте подписываться. Я стараюсь для вас рассказывать, создавать интересные темы. И, конечно, впереди нас ждут очень много с вами интересных видео и тем. Ну, и мы с вами увидимся уже совсем скоро на моем канале. Всем пока, всех обнимаю и целую.